К сожалению, женщины у нас отодвинуты даже не на второй, не на десятый план в обществе. Все это говорит и о вовлеченности, о статистике, которая свидетельствует об очень низкой вовлеченности женщин в политические процессы. Например, давайте посмотрим по любому округу, по любому органу исполнительной власти, сколько женщин есть. Посмотрим по вовлеченности в бизнес. Навыки, которые мы использовали и приобретали во время тренинга, это лидерство женщин, участие женщин в абсолютно всех процессах, которые происходят в обществе. Это преодоление и управление конфликтами и это построение мира в абсолютно любом контексте. Так получилось, что судьба их так поменялась в связи с войной, с вооруженным конфликтом, с боевыми действиями на Донбассе. И им пришлось менять свой профиль. И многие из них пришли к абсолютно новым делам. Например, к тому же хендмейду. В течение последних семи лет многие люди, в том числе и даже в основном женщины, выброшены из социальных процессов, потому что они потеряли свои дома, они потеряли своих близких, они потеряли заработок. И то, что они пережили, их опыт, это, наверное, тот вклад, который они могут, это, вернее, тот багаж, который они могут трансформировать в опыт, который им поможет продвигать идеи миростроительства общества. Потому что только те, кто испытали эту боль, наверное, понимают ценность мира. Только те, которые видели свой разрушенный дом, как, например, я, правда, я его видела только на фотографиях, понимают, почему нужен мир. И понимают, почему поляризация, абсолютно искусственная поляризация украинского общества отравляет украинское будущее не только сегодняшний день. Восток-Запад – это как такие две точки, которые должны сойтись в центре Украины, на мой взгляд. У нас в стране переселенцев 2 миллиона. Это только официально зарегистрированных. И огромная часть из них – это женщины. И я считаю, что давать, протягивать в зависимости от ситуации удочку или рыбу, но что-то нужно, потому что миростроительство, диалог и взаимоподдержка, взаимопонимание в обществе, наверное, это все-таки начинается со взаимопомощи.